Всем привет! Данное видео будет на тему оформления пенсии онлайн. В этом видео вы узнаете, при помощи каких приложений можно подать заявление на оформление пенсии онлайн. Какие документы нужны для оформления пенсии онлайн? Какой срок оформления пенсии? Как подать заявление на оформление пенсии по возрасту онлайн через личный кабинет Пенсионного фонда Украины? Показываю видео урок. Типичные ошибки в документах, которые могут привести к проблемам в принятии документов на оформление пенсии. Частые проблемы и трудности в работе органов Пенсионного фонда Украины и в оформлении пенсии. Как решать ситуации, когда в оформлении пенсии отказали из-за недостатка трудового стажа или же его незаконно занизили? Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И с вами я, адвокат Вера Тарасенко. При помощи каких приложений можно подать заявление на оформление пенсии онлайн? Заявление на оформление пенсии онлайн можно подать через приложение ДИЯ или через портал электронных услуг Пенсионный фонд Украины через ваш личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины. В этом видео я буду рассказывать и показывать на видео, как подать заявление на оформление пенсии через ваш личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины. Какие документы нужны для оформления пенсии онлайн? Для оформления пенсии по возрасту онлайн вам нужно подготовить заранее скан копии таких документов вашего паспорта, идентификационного кода, свидетельства о браке для женщины в случае смены фамилии. Если смена фамилии происходила несколько раз, то все документы, подтверждающие это. Справку о месте регистрации, документы о страховом стаже, это может быть трудовая книжка, диплом о бочном обучении, военный билет и другие документы. Все документы о специальном страховом стаже для тех категорий лиц, которые имеют право на более ранний выход на пенсию, у кого, к примеру, год стажа считается за 2 и прочих категорий лиц. Справку о трудовом и страховом стаже ОК-5, желательно с приложением 10 о специальном стаже при наличии такого специального стажа. Справку о заработной плате лица установленного образца за период страхового стажа до 1 июля 2000 года, а начиная с 1 июля 2000 года, индивидуальные сведения о застрахованном лице. Другие документы, подтверждающие особый статус пенсионера при его наличии или право на досрочный выход на пенсию. Фотографии пенсионера. Размером 23 килобайта. Если будет больше, программа ее автоматически сожмет. Подпись пенсионера. Подписаться на листе бумаги и это отсканировать. Банковская справка. С банковскими реквизитами, куда будет перечисляться пенсия. Если речь идет об оформлении пенсии по инвалидности, то нужны те же самые документы и извлечения из акта осмотра Медицинско-социальной комиссии МСЭК. Если речь идет о пенсии по утере кормильца, то должны быть еще приложены документы о стаже и заработке умершего кормильца, свидетельство о его смерти или решение суда о признании без вести отсутствующим. Документы, подтверждающие родственные связи, совместное проживание. Документы о том, что тот, кто обращается за пенсией, где-то обучается для детей от 18 до 23 лет. Или о том, что он нетрудоустроен, что доходы умершего для него были единственным источником существования и другие документы в случае необходимости. Размер каждой скан-копии не должен превышать 1 мегабайт. Формат файлов gpg, jpeg, pdf Какой срок оформления пенсии? После того, как ваш пакет документов сформирован и подан, пенсионный фонд должен его рассмотреть и дать ответ в течение 10 дней. Но это в теории, на практике так не бывает, к сожалению. Даже если ваш пакет документов сразу всех устроит и проблем не возникнет, то рассчитывайте минимум на 21 день для получения ответа. А если возникнут дополнительные вопросы или проблемы, вопрос может занять больше времени и военное положение в Украине только способствует увеличению сроков. Как подавать заявление на оформление пенсии по возрасту онлайн через личный кабинет Пенсионного фонда Украины? Начинаю видео урок. Заходите на официальный сайт портала электронных услуг Пенсионный фонд Украины. Ссылку на данный сайт вы найдете в описании к данному видео. Зашли. Далее вы нажимаете «Продолжить работу». После этого вам предложат войти в систему при помощи электронной цифровой подписи или при помощи ID.gov.ua. Если у вас нет электронной цифровой подписи и вы не знаете, как ее получить и не хотите с этим водиться, можете выбрать второй способ. Однако на практике говорят, что система лучше работает и больше функций показывает, если вы войдете по первому способу при помощи электронного ключа, который, кстати, можно получить онлайн при помощи сервиса Privat24. Я показываю и захожу на примере захода через электронную цифровую подпись. Выбираете физическое лицо того оператора, который предоставил вам электронный ключ, к примеру, PrivatBank. Потом подтягиваете сюда свой электронный ключ, вводите пароль и говорите «Увейты за ЕЦП». И вот вы вошли в личный кабинет пенсионного фонда, в ваш личный кабинет. Здесь есть пенсионный конкулятор, при помощи которого и несложных манипуляций вы сможете примерно рассчитать вашу пенсию, которая будет вам положена. Здесь есть раздел «Мой страховой стаж», где также вы можете посмотреть, какой у вас на данный момент страховой стаж. И есть куча других разделов, которыми также можно пользоваться. Вас интересует для подачи пенсии онлайн один из двух разделов или анкета на данные информации для автопризначения пенсии за ВИКОМ или заява на призначение пенсии. Система почему-то всегда рекомендует подавать заяву на призначение пенсии, хотя от мне лично больше нравится подавать заявление на призначение пенсии при помощи анкеты на данные информации. Но опять же, это личное дело каждого, можно и так, и так. Выберите удобный для вас вариант. Также это на будущее, если возникнет вопрос с назначением вам пенсии, тут есть раздел «Запис на прием». И при помощи данного раздела вы также можете записаться на прием. Выбирайте раздел и начинаем подачу анкеты на назначение вам пенсии. Появляется вот такое вот окошко и вы нажимаете «Продолжить». После этого появляется сама анкета на данные информации для автоматичного призначения пенсии за ВИКОМ. Кстати, за ВИКОМ пенсия будет и для тех категорий лиц, с которым, к примеру, положен льготный стаж, и там год идет за два, и прочих льготных категорий. Здесь вначале вводите ваши общие данные. Какие-то из них подтянутся автоматически. Это ваш идентификационный код, дата обращения, ну, дата, когда вы заполняете данную анкету, фамилия, имя, отчество, дата рождения, ваш пол, мужчина, женщина, гражданство Украина, код социального страхования, как правило, подтягивается автоматически, номер мобильного телефона, электронный адрес, вбивайте действующие, потому что на них на всех могут приходить уведомления. Здесь ставите галочку, что вы даете согласие на обработку всяких разных информаций относительно вас и продолжаете. Далее поля анкеты идут по поводу документов ваших паспортных данных. К примеру, тут вписываете тип документа, паспорт, дата его выдачи, серию, номер, кем, когда выданы. Вводите место фактического проживания ваше, краина, Украина, индекс, регион, к примеру, там, Харьковская область, проволок, волося, дом, корпус, квартира. Я думаю, что здесь все должно быть достаточно понятно. Заполнили анкетку и смотрим, что же у нас дальше. Дальше вам нужно выбрать способ выплаты пенсии. Через почту или через банк. Ну, конечно, проще на банковскую карточку, но если вы не можете ходить, то тогда выбирайте через почту. Однако скажу сразу, что если ваши территории находятся под угрозой оккупации, лучше вариант через почту не выбирать. Потому что вариант через почту, как только территория становится неподконтрольной Украине, он не действует. Дальше выбирайте, нужно ли вам пенсионное удостоверение. Ну, я думаю, что в наше время оно нужно всем. Так что вариант нет или электронное лучше не выбирать. В любой момент любая электронная система может просто куда-то деться. Поэтому выбирайте лучше Паперово. Это мой вам совет. Далее прикрепляем основные документы, которые я перечисляла в данном видео, которые нужны для получения вам пенсии. Ну, тут система вам сама подсказывает. Это не означает, что нужно добавлять все-все документы согласно перечня, но нужно добавлять именно те, которые нужны именно вам для назначения вашего вида пенсии. Вот смотрим, открываем перечень. Додаты файл. Довидка податковой администрации про просвоение идентификации на номера по мерному годувальнику. Ну, это в случае втраты годувальника, если пенсию вы оформляете. Довидка про просвоение идентификации на коду. Естественно. Документы про месяц проживания. Справка. Паспорт или ID-карточка. Все это прикрепляете. Опять же, размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт. Далее, что нам еще предлагают в других разделах? Все разделы смотрим. Военный билет, диплом, справка про облик, как субъект предприемницкой деятельности, довидка про смену назвы организации. Это если, к примеру, вы были субъектом предприемницкой деятельности, потом поменяли название. Или же, если вы работали в организации, которая вначале по одному называлась, а потом по другому стала называться. Для того, чтобы все ваши взносы ЕСВ были посчитаны правильно, нужна эта довидка. Документы про стаж, что вы назначены переликом. То есть, ваша трудовая, диплом, военный дилет и прочее. Сведоцы про народжение детей, если оно требуется для назначения вам конкретного вида пенсии. Трудовая книжка або документы про стаж снова. Что нам еще предлагает система? Довидка про заработную плату с 01.07.2000 по день звернення. Довидка про заработную плату за период страхового стажа до 01.07.2000. Все это прикрепляем. Кстати, довидку ОК-5 можно получить через приложение ДИА. Это делается достаточно быстро. Скан копии документов в следующие. Выпискам СЭК. Это если пенсия по инвалидности. Дальше. Документ про вызначение ДТН заявлено к инвалидам. Но если это имеет значение для вашей пенсии, свидетельство про шлюп. Также в случае смены фамилии я об этом уже говорила. Далее. Довидка про взятие на облик внутричной перемещенной особы. Заявление на пенсию вы должны подавать по месту регистрации. Или если вы являетесь внутричной перемещенной особой, то там, где вы зарегистрированы как внутричная перемещенная особа. Довидка про открытый рахунок в банку. Это обязательно с реквизитами, куда вам будет перечисляться пенсия. Ну а дальше смотрите. Довидка про заработную плату спецпенсии. Это те, у кого специальный стаж, к примеру, год за два. Довидка про пронятие на работу на овчанья. Но это в случае, если нужно. Тут очень большой список. Вот читайте, смотрите, что вас конкретно касается. Дальше. Даете согласие на передачу всех основных данных относительно вас. Все подтверждаете везде. Ставите галочки и нажимаете сформу в ады анкету. Типичные ошибки в документах, которые могут привести к проблемам в принятии документов на оформление пенсии. Часто при подаче документов на оформление пенсии люди допускают такие ошибки. Первое. Сканирование документов нечеткое или с неправильно выбранным разрешением. Таким образом, что часть букв или цифр на документе обрезана. Это может привести к тому, что пенсионный фонд не примет во внимание часть документов, которые вы плохо отсканировали, потому что там нечеткая печать, не видно название предприятия или не видно года или даты записи или номера приказа. А это, в свою очередь, часто приводит к тому, что какой-то трудовой стаж вам не учтут при назначении пенсии или его просто не хватит. И его нужно будет подтверждать другими документами или повторно подавать заявление или идти в суд для подтверждения стажа. Второе. Небрежные записи в трудовой книжке о трудовом к стаже. К примеру, неправильно написана должность работника. Или был случай, когда предприятие уже на момент принятия на работу человека было переименовано, а в отделе кадров в трудовой книжке сделали автоматически запись со старым названием предприятия. Потом второй строкой внесли правки о смене названия, но записи были сделаны непоследовательно, и возникли определенные проблемы с этим стажем в органах Пенсионного фонда Украины при назначении пенсии. Третье. Заранее неподготовленные документы для прикрепления к заявлению о назначении пенсии онлайн. Многие начинают заполнять заявление о назначении пенсии онлайн и параллельно сканируют и прикрепляют документы. Это часто приводит к тому, что из-за долгого нахождения в кабинете Пенсионного фонда Украины вас оттуда автоматически выкидывает. Приходится снова заходить и повторно заполнять и прикреплять ту же самую информацию. Частые проблемы и трудности в работе органов Пенсионного фонда Украины и в оформлении пенсии. При подаче заявления на оформление пенсии онлайн само заявление после его формирования автоматически перенаправляется в любое отделение Пенсионного фонда в пределах Украины. То есть вы можете подать заявление к примеру в Харькове, а его рассмотрение отправят во Львов или куда-то еще. К сожалению, не все сотрудники Пенсионного фонда достаточно ответственно относятся к выполнению своих должностных обязанностей. Многие даже не читают и не учитывают некоторые поданные вами важные документы и принимают незаконные решения об отказе вам в назначении пенсии или же существенно занижают ваш трудовой стаж, что приводит к уменьшению размера пенсии. Бывает, в вашем личном кабинете вначале появляется вроде как положительное решение в вашу пользу, а потом что-то идет не так и эта информация куда-то исчезает или же меняется на прямо противоположное решение. Ваши письменные запросы часто остаются без ответа или ответ дается неполный или позже положенного срока. Запись на приемы в органы Пенсионного фонда не работает, отсутствует отделение в вашем регионе, куда можно записаться из-за проведения боевых действий или же просто на вашу запись долго никто не реагирует. И в последнее время такие проблемы встречаются все чаще и чаще. Когда решение о назначении вам пенсии принято, возникают новые трудности. Нужно явиться выбранный вам орган Пенсионного фонда с документами для подтверждения вашей личности и получения пенсионного удостоверения. Хорошо, если по месту вашей регистрации работает отделение Пенсионного фонда, куда вы можете спокойно прийти. А если нет и вы находитесь на неподконтрольной Украине территории и никаких отделений Пенсионного фонда Украины там нет, тогда вам нужно каким-то образом выезжать с данной территории, а это не всегда возможно, и получать ваши документы в ближайшем доступном вам отделении Пенсионного фонда Украины. Это иногда долгий и сложный путь. Как решать ситуации, когда в оформлении пенсии отказали из-за недостатка трудового стажа или же незаконно отказали? Если вам отказали в оформлении пенсии из-за недостатка трудового стажа или по другим причинам, требуйте письменный отказ, ну или сохраните тот отказ, который пришел вам в электронном виде, если он пришел. В случае, если ответа на ваш запрос или заявление о назначении пенсии нет или процесс сильно затягивается, ваша задача зафиксировать ваш факт подачи заявления, скриншот экрана с доказательствами его отправки, подождать хотя бы 30 дней и уже с этим можно точно обращаться с жалобами в вышестоящие органы и в суд. Отсутствие ответа приравнивается к отказу, но должен быть зафиксирован факт вашего обращения. Далее оценивайте ситуацию, законен ли отказ. Если вам действительно не хватает трудового стажа для оформления пенсии и стаж при этом посчитан вполне законно, или же вы не хотите оспаривать ваш стаж в судебном порядке, то вам доступны несколько вариантов для решения вашего вопроса. Докупить недостающий стаж для оформления пенсии или зарегистрироваться как ФЛП и заплатить за себя ЕСВ или же куда-то трудоустроиться на такой период, который вам нужен, чтобы вы получили право на пенсию. Оцените вашу ситуацию, как вам выгоднее в вашей конкретной случае. Если не хватает пару месяцев, возможно дешевле оформить ФЛП и платить за себя пару месяцев налоги. Если же не хватает несколько лет, тут решайте, готовы ли вы ждать этот период или же лучше докупить стаж. Если же отказ вам в назначении пенсии или занижении трудового стажа явно незаконно и вы не хотите мириться с этими действиями, то далее вам нужно идти в суд и оспаривать эти действия Пенсионного фонда в судебном порядке. Конечно, можно повторно подать заявление о назначении пенсии с надеждой, что оно попадет другому, более сознательному сотруднику Пенсионного фонда, но далеко не всегда это помогает, к сожалению. Обычно в результате вы получаете кучу разных решений, которые все равно в назначении пенсии вам не помогают. Иногда в вопросе подтверждения стажа может помочь справка с предприятием, на котором вы раньше работали, а если предприятие уже не существует, то справка из Госархива. Но если в Госархиве вам ответили, что информации о вашей работе у них нету, то вам нужно подтверждать свой стаж показаниями минимум двух свидетелей и другими доказательствами. Иногда это решается на специальной комиссии Пенсионного фонда, но часто заканчивается судебным процессом. Судебный процесс это дело долгое и серьезное, но часто это единственно возможный для вас вариант получить пенсию по закону в положенном для вас размере. Конечно, сразу пенсию вы при этом не получите. Однако в случае, когда вы выиграете судебный процесс, вам начислят пенсию и за прошлый период, за все годы, которые вы судились. Это будет очень приятный бонус. И помните, часто какие-то три года стажа это около полторы тысячи гривен пенсии в месяц или больше. Поэтому за свой стаж нужно бороться. Это, как правило, серьезные деньги из расчета на года. Надеюсь, после просмотра данного видео вы будете более успешно подавать ваше заявление на оформление пенсии онлайн и ваш вопрос решится положительно. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Меня это будет мотивировать для выпуска новых интересных видео для вас. Также буду рада любым комментариям, по возможности отвечу всем. Если у вас есть вопросы, на которые вы бы хотели увидеть новый видеоматериал, пишите, все пожелания будут учтены. И с вами была я, адвокат Вера Тарасенко. Субтитры создавал DimaTorzok